Если вы решили заняться предпринимательством, то сначала вместо подсчета будущих призрачных прибыли почитайте реальные затраты и выберите подходящую для вас систему налогообложения. К уже известным и опробированным системам налогообложения с января 2013 года добавилась патентная система, применять которую могут только индивидуальные предприниматели, используя те виды деятельности, которые установлены законом о патентной системе. В нем прописаны 47 видов деятельности, для которых предусмотрено применение патентной системы налогообложения на территории нашего региона. И также для каждого вида деятельности предусмотрена сумма потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателям годового дохода. То есть по каждому виду деятельности он свой, установленный региональным законодательством. Есть ограничение по численности наемных работников, не превышать 15 человек, и ограничение по сумме годового дохода, не превышающего 60 миллионов. Сумма дохода по 47 видам деятельности, предусмотренным в законах, она варьируется от 100 тысяч до 60 миллионов, то есть в зависимости от вида деятельности. Ставка налога на сегодня составляет 6% от потенциально возможного получения годового дохода. Если патент берется на срок меньше года, то доход делится на 12 месяцев, и полученный результат умножается на количество месяцев, на которые берется патент. Еще одно важное уточнение. Перейти на патентную систему необходимо за 10 дней до конца текущего года. На 1 октября 2013 года в Волгоградской области выдано 215 патентов. Для сравнения, в Ростовской области уже на 1 июля было выдано 780 патентов. На мой взгляд, это, конечно, очень небольшая, незначимая цифра для нашего региона. Все-таки 2,5 миллиона жителей в нашем регионе, предпринимателей свыше 100 тысяч было. Сейчас немножко снизились эти показатели. И вот всего лишь 170, чуть более 170 патентов. Но, наверное, говорит о том, что не столь привлекательная данная система для бизнеса на сегодняшний момент. И одной из причин непривлекательности патентной системы Волгоградской области, по нашему мнению, является сумма, величина потенциально возможного годового дохода, который рассчитывается местными властями по каждому виду деятельности. Кстати, стоимость патента напрямую зависит от этой величины. Чем выше устанавливается годовой доход, тем выше цена патента. Настолько сложна система, она, опять же, настолько широко охватывает различные направления бизнеса. И в конечном итоге, либо очень завышенные цены, в основном, получается, стоимость данного патента для предпринимателя, ну, как мы считаем, необоснованно завышенная, его нужно прорабатывать. Вести деятельность в городе Волгограде и вести деятельность, ну, не знаю, в Урюпинске или еще в каких-то отдаленных территориях, ну, это все-таки вот разный бизнес. А это областной закон все-таки, да. Он должен учитывать даже вот такие мелочи. Где ведется бизнес, что именно там ведется, чем мы больше охватили людей, каждый по копеечке, собрали бюджет побольше. Или мы начинаем выжимать последние из тех вот наших светлых, белых, так скажем, предпринимателей, которые работают в честную. В консолидированный бюджет Волгоградской области за 9 месяцев 2013 года налоговых сборов от предпринимателей, работающих по патентной системе, поступило всего 3,5 миллиона рублей. Наиболее востребованным видом деятельности по статистике в нашем регионе является розничная торговля, где выдано 111 патентов. На сегодняшний день можно сказать, что патентная система налогообложения удобна для индивидуальных предпринимателей, у которых годовой доход исчисляется в миллионах рублей. Для тех, кто работает на ЕНВД, а таких, кстати, немало, это совсем невыгодно, так как патентная система не позволяет уменьшать стоимость патента на сумму уплаченных страховых взносов. Выводы напрашиваются сами собой. Если еще учесть, что ЕНВД будет применяться только до 31 декабря 2017 года, то значительная часть предпринимателей, работающих на этой системе, вынуждена будет закрыть свой бизнес. Патент им будет не по силам. Будет ли эта система в будущем пересмотрена на всех уровнях власти, покажет время. Продолжение следует...